Стены Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Которые мы будем собирать на то, чтобы закрыть все наши долги и обязательства по зданию Хочу сказать вам, драгоценная церковь Если кто-то считал, что это было не от Бога Можно потом это так приглушить, вырезать, может быть не нужно для всех слышать Мы заплатили, не буду называть большие суммы, не буду цифры называть Но очень большую сумму за это здание За этот год у нас меньше трети осталось долго Мы отдали практически все И я думаю, что в следующий год мы это все закроем Даже это я с запасом взял Бог нас благословляет очень щедро И есть прям чудеса этих благословений, где Бог показывает, что наше решение, оно было мудрым и правильным И тем более это было явлено во времена пандемии Когда все церкви города не могли собираться проводить прямую трансляцию своих зданий А мы могли И мы проводили прямую трансляцию именно из зданий церкви А не с кухни пастора Можно и оттуда было, конечно, удобнее для пастора прям никуда не ходить Но мы проводили из церкви Поэтому и сегодня наше здание, оно служит этому городу и будет еще больше служить У нас есть планы хорошие Бог нам открывает это Так что спасибо всем вам Это вы все делаете, это ваше, вот Ваш труд, ваше участие Не ослабевайте в этом Когда нас не будет, а нас будут вспоминать добрым именем И на небесах мы будем смотреть на это, на все С удовлетворением Да? Аминь? Слава Господу! Воздайте себе, себе халаву Аплодисменты И нас ждет удивительный год Бог уже дал нам слово на этот год И я его в начале года буду открывать Несколько собраний Поэтому будьте в начале года на собраниях Для того, чтобы получить слово от Господа Направление от Господа Я считаю, что это очень ценно Когда мы придерживаемся какого-то видения Я вижу, как Бог благословляет тех людей Которые берут видение церкви И двигаются в течение года в этом видении Я говорил в этом году, что год заботы друг о друге Мы никто не знал, что, не знали, что придет коронавирус Никто Но вот этот коронавирус как раз и побудил нас Еще больше заботиться друг о друге И церковь сделала очень много дел Благодаря вашим пожертвованию Мы до сих пор заботимся о людях пожилого возраста О малоимущих людях в нашей церкви До сих пор оказываем эту заботу И вы заботитесь друг о друге Может быть есть тайные какие-то заботы О которых мы не знаем Они еще лучше, потому что Бог благословит вас И на следующий год нам Бог тоже дал Слово, в котором мы будем двигаться И я видел, кто в этом году двигался Именно в том слове И в том видении, которое Бог дал церкви Те люди благословлены И они свидетельствуют сегодня И мы говорили, что мы из этого коронавируса Выйдем с прибытком И люди, которые приняли это слово И поверили в это слово Они сегодня свидетельствуют о том Что действительно в их жизни Несмотря ни на что Есть прибыток И серьезный прибыток Поэтому, друзья мои Слушайте слово Слушайте слово Которое Бог дает церкви В вашей церкви По местной церкви Не церквям всем Потому что у Бога есть предназначение Для этой церкви Куда Он вас поместил И Библия говорит Насажденные в доме Божьем Они цветут как пальмы Они возвышаются как кедра Наливания Они Кто насажден Никто просто пришел, послушал и ушел А насаждение важно Корневая система важна Где твоя корневая система сегодня? Отчего она питается? Какие питательные вещества она получает? В этом есть важное В этом есть важное Поэтому пересмотри свою жизнь Посмотри на свою жизнь И я уже несколько проповедей Наверное, это шестая проповедь Где мы говорим о жизни Иосифа Из которой извлекаем бесценные уроки Не знаю, может быть, я вам уже надоел Ну и что, я сделаю скоро перерыв Другие послужат А может быть, и не сделаю Кто знает Ну, друзья мои Я только начало жизни Иосифа Тронул Думал Немножко поговорю По всей жизни Пробегу Но как-то вот в начале Застрял жизнь Иосифа Оказывается, Бог столько здесь Сложил И столько можно здесь Открытий Сделать для себя И я все открываю Открываю Я даже не добрался До того, где Бог возвысил Иосифа Хотя немножко туда заглядывал И сегодня Ну вот вынужден просто закончить Серию этих проповедей Сегодняшней проповедью Потом, может быть, как-то Бог даст Позволит Продолжим Потому что 27-го Будем говорить о Рождестве А в начале года Будем говорить о видении На год Может быть, потом я продолжу Но надеюсь, что Кого-то, может быть, и не всех Но кого-то Эти проповеди Или эта серия проповедей Благословляет Дай Богу хвалу Если ты действительно благословляешь И так получилось Что мы много говорили Об испытаниях Через которые Господь вел Иосифа Которые выпали На голову Иосифа И мы сказали, что В каких бы стесненных обстоятельствах Мы не находились Бог всегда с нами Бог никогда не оставляет нас Независимо от того Как мы себя чувствуем Чувствуем мы близость с Богом Или мы, наоборот, чувствуем отверженность Вот с Божьей стороны Я вам точно могу сказать Что Он всегда рядом с нами И Он всегда держит нас за руку И как Он заботился об Иосифе Мы видим это в Слове Божьем Так Он и заботится о нас В разных сложных обстоятельствах Может быть, ты сегодня не видишь Его заботы Но поверь Господь готовит твою победу Иногда нужно время На то, чтобы приготовить победу И если она славная Если она громкая То нужно больше времени Для того, чтобы подготовить Эту славную победу Но Бог трудится над этим И Он готовит победу В твоей жизни Бог заботился об Иосифе Когда он был в доме Патифара В качестве раба Бог заботился об Иосифе Когда он был узником в тюрьме И Бог заботился об Иосифе Когда он был на высоте И был вторым лицом в Египте Бог не оставлял Иосифа Он давал ему успех Так говорит Слово Божье И это не зависело от обстоятельств Знаете, мы иногда думаем Что если мы попали в стесненные обстоятельства То Бог оставил нас И успех ушел Но это не так Бог давал, мы видим, Иосифу В любых обстоятельствах Успех Друзья, вот что я хочу сказать Не обстоятельства определяют наш успех Не обстоятельства определяют Будешь ли ты успешен в этой жизни или нет А близость с Богом определяет Будешь ли ты успешен или нет Друзья мои Не ищите идеальных обстоятельств Ищите близости с Богом И когда вы будете рядом с Богом Вы будете успешными людьми Не взирая Не на какие обстоятельства И в этой серии проповедей я много говорил об испытаниях и трудностях, и может показаться, что я пропагандирую образ жизни, который наполнен проблемами, то есть такие страшилки рассказывают, что вот твоя жизнь будет страшной, ужасной, но это не так, друзья, я лишь хочу показать, что наш успех или наша жизнь, она ни в коем образом не зависит от обстоятельств. Не важно, какие обстоятельства в твоей жизни имеют место быть, важно, как ты относишься к этим обстоятельствам, ропчешь ли ты, когда ты попадаешь в стесненное обстоятельство, или ты, как учит наш Слово и учит нас Иаков, радуешься, когда попадаешь в разные стесненные обстоятельства. Скажи, как можно радоваться? Я не знаю, Иаков об этом пишет. Это Слово Божье говорит. С великой радостью принимайте разного рода испытания, говорит Слово Божье. Радуешься ты, когда попадаешь в испытание, или ропчешь, зависит от того, как ты воспринимаешь это. Если ты воспринимаешь сложные обстоятельства, как Бог тебя оставил, или как некую неудачу в своей жизни, конечно, ты будешь роптать. Но если ты воспринимаешь сложные обстоятельства, как испытание твоей веры, и как получение некого духовного опыта, после которого ты будешь еще сильнее и еще благословеннее, естественно, ты будешь радоваться. У некоторых людей, особенно у тех, которые, знаете, такую извращенную благодать проповедуют и приняли в свою жизнь, у них диссонанс когнитивный сложился в голове после моих проповедей. Они некоторые говорят мне, что вы проповедуете ветхозаветное учение, что, мол, сегодня Иисус искупил нас от всех страданий, и сегодня Бог дает нам мудрость для того, чтобы мы не попадали ни в какие страдания. И я бы хотел бы с ними согласиться. Я бы больше всех хотел не иметь в своей жизни ни страданий, ни испытаний, порхать, как бабочка и жалить, как оса. Вот я бы хотел такую жизнь, но глядя на свою жизнь и на жизнь людей Божьих, я не нахожу этого. Тем более я не нахожу этого в Писании. Когда я смотрю в Писание, я вижу жизнь у учеников, она полна страданиями. Полна испытаниями. Они проходят эти испытания, их бросают в тюрьму, они терпят кораблекрушение, их побивают камнями до смерти. И знаете, вообще в голову не укладывается, Господь, сам Господь, не кто-то, а сам Господь ставит рядом ангела сатаны. Для того, чтобы удручать своего служителя. Подожди, Господь, ты же должен, наоборот, изгонять этих всех ангелов сатаны. А ты ставишь рядом с Павлом ангела сатаны, и Павел говорит, я трижды молился, чтобы Бог убрал его от меня. Но Бог сказал, достаточно тебе благодати. И чтобы ты не превозносился чрезвычайностью откровений, я поставил, я увидел, что страдания, они производят в нас смирение. Не можешь ты быть смиренным до тех пор, пока ты не прошел страданий. И мы будем их проходить, как бы вы не проповедовали мне сегодня о благодати. Я не вижу этого в Священном Писании, что нет, есть жизнь только без страданий и вообще без испытаний. Наоборот, я сегодня смотрю в жизнь Божьих служителей, именно Божьих служителей, не отступников. И вижу, что они терпят лишения, что они теряют родных, что они сами борются с какими-то болезнями, терпят, может быть, финансовые кризисы, какие-то испытания в их жизни. И знаете, что я увидел? Те люди, которые прошли сквозь эти испытания, они какие-то весомые. С ними разговариваешь, как будто с Богом говоришь. Видишь взвешенность каждого их слова. Там не жизнь аллилуйяшная, знаешь, на все аллилуйя, держись, брат, и все остальное. Там за каждым словом вес, опыт. И ты понимаешь, каждое слово в десятку. Каждое слово сокрушает просто тьму. Почему? Потому что они испытаны в своей вере. И их вера, она драгоценнее, хотя и огнем очищенного золота. И если ты ни разу не испытан, о чем ты можешь говорить? Твои слова пусты. Они ничего не значат, потому что они не прошли испытания. Я видел, как люди хвалились какими-то вещами. Но когда приходили испытания, они не устояли в этих испытаниях. Не устояли в том, в чем хвалились. Я сам в своей жизни видел это. Что я тоже осуждаю других людей, почему они так поступили, попадая в такие же абсолютно обстоятельства. Поступал еще хуже, чем эти люди. И потом каялся. Но у вас-то не так, я знаю. Это я открываю свою жизнь перед вами немножко. И знаете, что я увидел? Что вот эти люди, которые прошли, эти обстоятельства, они какие-то стали весомыми, нелегкими. Помните, жизнь твоя взвешена, и ты найден легким. А эти люди весомые. И их взвешивает, и ты увидишь вес в этих людях. Но есть те люди, которые не устояли в испытаниях. Те, которые оставили церковь, оставили Бога, не смогли пройти эти испытания. И придумали себе другого Бога. И сегодня свято верят, что они поклоняются именно тому Богу. И он с ними разговаривает 24 часа в сутки. Правда, поступки их не соответствуют Евангелию. Как однажды в Швеции, когда напечатали Библию на их языке, и они прочитали Евангелие, служитель их прочитал Евангелие, я не помню имя, фамилию, и он сказал такую вещь, либо это не Евангелие, либо мы не христиане. Потому что мы живем совершенно не так, как здесь написано. Послушайте, есть Слово Божие, которое определяет стиль нашей жизни. И он должен соответствовать тому, чему написано в Слове Божьем. И если это не соответствует этому, тогда либо мы не то Евангелие читаем, либо мы не христиане. Но вот не то Евангелие мы не можем сказать. Проверено, синодальный перевод, всеми подтверждено, а вот не тем христианством мы можем жить порой. И знаете, испытания, они показывают, кто ты есть на самом деле. Как бы неприятно было их проходить, или как не неприятно было бы их проходить, они будут в твоей жизни, и ты не убежишь от них. Посмотрите, что пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Я Новый Завет читаю, друзья мои. Это Новый Завет. Для тех, кто говорит, что я ветхозаветные послания проповедую. Почитайте вместе со мной. Смотрите. Благословен Бог, 3 стих, 1 глава 2 послания к Коринфянам. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. То есть, Павел говорит, не только в нашей жизни скорби есть, но и в вашей жизни будут. Не переживайте, будут. Павел говорит, не переживайте, будут. И дальше он говорит, ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, не уменьшаются. Казалось бы, ты живешь с Богом, и страдания Христово должны уменьшаться. А Павел пишет, говорит, не, друзья, чем больше мы живем с Богом, тем страдания Христово в нас увеличиваются. Он говорит, по той мере, как страдания Христово умножаются в нас, он говорит, есть добрая вещь, утешение Христово тоже умножается. И шестой стих. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли мы? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешениях. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами Васи. Потому что мы оттягчены были чрезмерно и сверхсилы. Кто-то говорит, Бог сверхсилы не дает. У вас же есть такое учение? Говорит, Бог сверхсилы не дает. А он говорит, а мы вот сверхсилы были оттягчены. Сверхсилы. Ну, наверное, дьявол постарался, хотя он здесь о Боге пишет. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит? При содействии и вашей молитвы за нас. Дабы задарованные нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Посмотрите, мы видим, что Павел говорит о скорбях и страданиях, о ситуации, в которой они сами в себе уже решили, что, или смирились с тем, что они погибнут. Он говорит, вот настолько были сильные страдания, стесненные обстоятельства, что мы уже признали внутри себя, что мы не выживем. Но по милости Господа, говорит, мы выжили, Бог избавил нас. И он говорит, что вот у этих страданий, об этих говорю, есть назначение. Первое. Он говорит, чтобы показать, насколько наш Бог сильнее всяких обстоятельств, и даже нас самих. Знаете, наше страдание и наше испытание, это как раз место, где Божья сила проявляется. Потому что, когда я слаб, Бог силен. Понимаете, они уже в себе признали, что нам не выжить. Но Бог пришел в эту ситуацию и отменил их приговор. Их собственный приговор отменил. Знаешь, иногда болезнь накладывает на нас приговор, но Бог приходит и отменяет этот приговор. Он говорит, я, главный судья, я ставлю точку или запятую. И никто не может этого отменить. Мы иногда соглашаемся с обстоятельствами и говорим, все, мы погибли. Все пропало, гипс снимает. Все пропало. Но Бог говорит, ничего не пропало, только начинается все. Не переживай. Тебе еще дальше идти. Второе. Эти стесненные обстоятельства научают нас утешаться от Господа. И научают нас для того, чтобы тем же утешением, которым Господь нас утешал в этих обстоятельствах, мы утешали других. Помните, я говорил на прошлых проповедях, что Бог хочет, чтобы мы стали благословением для других. Как ты сможешь стать благословением для других, если ты себя утешить не можешь? Ты не станешь благословением для других, ты станешь вот этим ангелом сатаны, который уручает другого. С некоторыми встретишься и думаешь, ангелу сатаны не надо, Господь. Все нормально, вот здесь вот в церкви рядом есть столько, которые тебя в тонусе держат. Там не утешение. Встретишь, только слушай, только уши подставляй. Расскажутся, у самого жизнь оборвется. Послушаешь некоторых людей, думаешь, как они вообще выживают в этих условиях. Бедные люди, и вообще сразу неверующим становишься. Думаешь, вообще Бог-то есть или нет в их жизни. Но Павел о другом говорит, когда мы проходим страдания, Бог нас утешает и дает нам возможность быть утешением для других. Если ты не первый год в церкви, то ты должен быть утешением для других. С тобой встретишься, поговоришь, жить хочется. Знаешь, вот встретишься, поговоришь, все, жизнь наладилась. Слава Богу. Ну, у нас все такие в церкви. Правда ли? Да, сто процентов поаплодируйте себе. Мне не аплодируйте, себе хоть поаплодируйте. И третье, в этих обстоятельствах мы научаемся безгранично доверять Богу. А кто, если не Бог? И знаете, что там делается? Надежда наша твердеет. Потому что твердость становится именно в испытаниях надежда. Мы уповаем только на Господа. Мы понимаем, никто нас здесь не сможет спасти. Есть одна надежда. Господь. Так что не ужасайтесь, когда вы будете попадать в разного рода испытания. Это хорошее время почувствовать, что Бог рядом с вами. Да, не ужасайтесь. Я понимаю, что вам нравятся проповеди в стиле ситкома, да? Когда я вам рассказываю, ободряю там. Но я сказал, будут серьезные проповеди. Твердой пищи, над которой надо размышлять. Это было предисловие. Проповедь моя сегодня о другом вообще. Это я так. Подискутировать. Мы видим, как Бог давал успех Иосифу. И знаете, Он не допускает трудностей в нашей жизни для того, чтобы они убили нас, как многие думают. Вот кто-то думает, Бог допускает трудности в нашу жизнь, чтобы помучить нас, поиздеваться над нами, посмеяться, может быть, над нами. Нет, друзья. Бог допускает в нашу жизнь трудности, потому что в горниле этих трудностей Он кует из нас оружие. Мы потом становимся оружием в руках Господа, которым Он побеждает этот мир и разного рода обстоятельства. Насколько это сильно. Бог из тебя там, в этом огне. Послушай, из металл невозможно расплавить в простой среде. Его нужно обязательно в огонь. И если ты будешь просто бить молотком по металлу, по-холодному, ты его расплющишь, повредишь и ничего хорошего не сделаешь. Но стоит его накалить, из него можно выковать оружие. Бог кует в горниле испытаний. Из нас оружие. Ты оружие в руках Господа. И Бог будет побеждать этим оружием этот мир. Аллилуйя! Воздай Богу хвалу. Не переживай. Не переживай. Ты выйдешь из разного рода испытаний еще сильнее, еще мудрее. А сегодня моя проповедь называется «Как справиться с искушением грехом?» «Как справиться с искушением грехом?» Мы видим, что Иосиф был испытан не только обстоятельствами, но он также был испытан грехом. Давайте об этом прочитаем. Я специально оставил это место и не разбирал его, только вскользь упоминал для того, чтобы отдельно разобрать и поговорить сегодня об этом. Посмотрите, здесь написано, Бытие 39 глава, 7 стих. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, «Спи со мною!» Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Интересно, вот когда я читаю эти слова, не знаю, кому что напоминает, мне напоминает Эдемский сад. Когда Бог от любого дерева разрешил есть, но запретил только одно – не есть от дерева познания добра и зла и дерева жизни. Здесь тоже господин Иосифу разрешает всё в доме своём, но запрещает только одно – не притрагиваться к его жене. Знаешь, вот в нашей жизни нам всё позволительно, но не всё полезно. Не всё полезно. Есть какие-то запреты, которыми Бог ограничивает нас для того, чтобы нас самих уберечь от каких-то вещей. И дальше мы видим. Он говорит, «Нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался её, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошёл в дом, делая дело своё, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках, её побежал и выбежал в Ом. Друзья, есть время, когда жизнь нас испытывает трудными обстоятельствами, негреховными. Когда вокруг нас складываются стеснённые условия нашей жизни, которые давят на нас, но они негреховны. А есть, когда на нас восстаёт грех, друзья мои. Знаете, грех, он лежит у порога, он затаился. И он ждёт и ожидает момента, когда может напасть на тебя. И он не нападает на нас, когда мы в силе Духа ходим. Он выжидает, он выжидательную тактику, стратегию принимает. Он лежит у порога. Когда только задумался грешить Каин, Бог пришёл к нему и сказал, «Грех лежит у порога, но ты господствуй над ней». Как будто бы грех не стоит, а он притаился. И ждёт и выжидает, когда он может нанести удар. Писание говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев. И сказано, «Ищет» или выбирает, кого поглотить. Он не нападает на всех подряд. Он ищет, он ожидает. И он дожидается тогда, когда ты слаб, когда ты ослабел. Тогда искушение восстаёт на нас и атакует нас. И не всегда мы можем устоять. Посмотрите, дьявол попытался испытать Иосифа разными обстоятельствами, рабством, тогда, когда его братья продали, когда его патифар купил. Но Иосиф оказался непоколебимым. И тогда дьявол придумал другую тактику. Он по-другому стал атаковать Иосифа. Мы видим, что госпожа, которой он служил, она увидела его красоту внешнюю и захотела с ним спать. Всё начинается с малого. С одного взгляда, с того, что вы увидели, и вам это понравилось. С одного взгляда увидел, и это понравилось. Иосиф, ой, извините, Давид не собирался убивать урюхоти. Он вообще не собирался. Он просто увидел Версавию. И она ему понравилась. А дальше всё началось. Послушайте, грех легко может зародиться в одном лишь взгляде. Привлекательность порой бывает обманчива и вводит в заблуждение. И поэтому нам необходимо положить завет с нашими глазами. Прежде всего, как это написано в книге Иова, в 31 главе, в 1 стихе написано, «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять, не о девице». Знаете, что глаза могут заражать наше сердце? мы можем увидеть приятное и получить похоть, желание настойчивое. И эта похоть зачинает, рождает грех. Вы знаете, желание настойчивое, оно опасно. Если оно навязчивое, если ты не можешь от него избавиться, и оно не выглядит, как греховно, тебе надо молиться, чтобы это желание было погашено. Привлекательность – опасная вещь, друзья мои. И когда наши глаза долго смотрят на что-то привлекательное, мужчины очень хорошо знают, о чём я говорю. Через некоторое время разум наш начинает воспроизводить какие-то картинки. Я помню, как пастор Артур Симонян рассказывал случай, когда он пришёл к братьям, а они смотрят эротику. Он говорит, вы что делаете? Они говорят, пастор, а нас это вообще как-то не касается, не трогает. Он говорит, послушайте, либо вы лжёте, либо вам к врачу надо.